Так, собрались все, сейчас будем пить шторты Мы с тобой не понаслышке знаем, что такое 90-е И алкаши были, и бандиты были, не знаю, как-то весело жили, понимаешь? Ничего не ценила Мама ушла, ушло все полностью, и осталось ни с чем Я привыкла жить одна, мне хватает детей, все А сейчас ты как, расточительной себя считаешь? Миллионы туда, миллионы сюда Наш сегодняшний разговор, он должен все-таки зарядить позитивом людей Что русскому человеку, ему вообще плевать Он везде выживет Почему я пришла к Оле? Потому что я знаю, что я поем сладкого и получу удовольствие Не верьте, я на это не ест Да, я не ем Поехали Всем привет, вы на канале Все к столу Как показал прошлый выпуск с Олей Пашуриной, про буллинг Прям так хорошо мы попали с этой темой вам в сердца Многие поделились своими историями жизни в комментариях Я решила продолжить острые темы обсуждения с Олей Позвала ее снова на кухню к себе Я поясню, я не в курсе, когда я сюда прихожу, о чем мы будем разговаривать Живые эмоции, все как мы любим Сценарий мне никто не присылает Так, сегодня мы приготовим печенье с ММ Демпс Печенье с ММ Демпс Да, действительно, это рецепт моих детей Как бы это ни звучало Серьезно, они сами прям были Да, это Латкин рецепт Она его делает вместе с Мартухой Ярко, весело Инстаграмные печеньки Ну, может быть, какие ингредиенты, что нам понадобятся? Да, все по классике Песочка, мука, сахар, яйцо, масло Чуть разорыхлителя И украшать будем ММ Демпсом Если у вас нет ММ Демпса, можете купить любую шоколадку Ну и дрожжи, да, любое там Да, подолбить ее на кусочки разного размера 8-10 минут оно выпекается, элементарно Наверное, многие уже понимают, что грядут большие перемены И там уходят с рынка Кока-Кола, да Вот вчера там вроде МакДак уже закрылся и так далее Какая печаль Поэтому, Оля, предлагаю сегодня поговорить о наших детях Что в жизни их изменится Я не знаю, что изменится Ты знаешь, что я каждый день живу вот одним днем, честное слово Думаю только максимум про завтрашний день В настоящем пока у моих детей все гладко-сладко, ничего не поменялось Вчера мы были последний раз в Макдональдсе Все, попрощались они там Да, серьезно? Я их снимала, они говорят Я запоминаю вкус картошки фри И я говорю, девчонки, мы все равно дома готовим эти бургеры Ты их вообще часто водишь? Нет, увожу Музей, что ли, чтобы я меня увозила? Нет Ты же сама мать Ты же знаешь, при каких условиях вы можете попасть в Макдональдс Если вы в каких-то диких пробках Вы едете откуда-то, они безумно голодные И надо быстро решить Сейчас нужно их покормить, да Это бывает А так, чтобы мы целенаправленно Такие Как в моем детстве было Мы едем в Макдональдс Да, расскажи, кстати, о своем детстве Вы в достатке жили? Ну, когда как Слушай, какой-то период Нет, какой-то период Очень, да, очень в достатке У меня мама всегда работала И работала в Москве Пока я жила там с родственниками, с тетями И так как она работала в Москве У нее, ну, был заработок, конечно И у меня были самые клевые шмотки Она мне привозила из Москвы То есть я особо ни в чем не нуждалась Там куколки какие-то Не знаю, капроновые колготки Лаковые туфли Очень была красивая я девушка Но ты вообще понимала, что происходит там Какие-то изменения в стране? Ты что-то чувствовала? Я помню, пришла однажды в школу И помнишь, у нас же были тысячи рублей Десять тысяч рублей Миллионами мы тогда Миллионы туда, миллионы сюда Ты помнишь? Здравствуйте Колу, картошку и гамбургер 73 тысячи ваш заказ Эй, ты длинный, что без очереди? Ну, а так трэша ты никакого, да, не запомнила? Прям нищеты бедноты в 90-е? Ну, вообще вокруг себя У меня, например, куча историй страстей всяких Я уже молчу там про Шапки срывали эти норковые Ой, ничего такого не случилось По башке мою маму, как бизнесменш Никто фу не трогал Мы слышали, что кого-то там обули Кого-то там нагнули Кого-то там убили Ну вот, это да Я знаю, что у мамы платила какой-то крыши Куда-то чего-то Ну, это было настолько нормально Что здесь какая-то крыша Есть какие-то бандюги Здорово, бандиты Мы с первого класса вместе И за все, что мы делаем Отвечаем тоже вместе Бригада Какие проблемы? Откуда нарисовались тут? Да это вы нарисовались, а мы здесь были Вообще-то это наша точка Мы здесь работаем Там дядю моего застрелили в 90-е годы Когда все переживали Он был в Тольяттинский бандит Не знаю, сейчас можно об этом говорить Настюх, привет, это дочь его И тогда же все было как-то И наркоманы были Вот, эти вот подъезды ужасно И алкаши были И бандиты были И все было Не знаю, как-то весело жили Понимаешь? Я имею в виду не скучно Не скучно Не, конечно Не соскучишься, да Не видела никаких прям ужасов Ты у меня такие вещи спрашиваешь У тебя детство было совсем грустным, получается? Ты в каком городе жила? А, Екатеринбург Там была прям так трешнина Прям трешнина, да? Ну тоже, вот как ты говоришь Воспринималось это Типа, ведь это окей Ну, норма, да Идешь так со школы, Олечка И тут у тебя так из помойки Знаешь, вот эти вот помойки, которые в подъездах? Да, да, да Просто вот так вот Окоченевший труп бомжа Прям так чуть ли не на тебя падает И ты так обходишь Так и дальше идешь в школу Ну, я тоже помню Наркоманы умирали постоянно Я даже видела от этих Окоченевшие эти Куртку можно повесить? Попробуй Неаккуратно вас тут? Это не наша квартира Мы там песни переделывали В школе про Про родину Как-то плохо думали Я вот сейчас так думаю Как хочется, чтобы дети наши Росли все-таки Ну, с ощущением Хотя бы уважения, любви Да, не вот как мы ее Прям родину нашу не любили А переделывала песню С чего начинается родина Еще с тюремной жратвы Может тебе родители не объяснили? Так вот родители как раз таки же работают И вроде как они есть в твоей жизни А с другой стороны Тебя воспитывает улица Улица, да Все так жили Ну, слушай, есть ты и я Которые, ну, сами воспитываем детей И можно им дать какие-то интересные Хорошие наставления по поводу этого Сейчас же чуть-чуть по-другому Все равно мы так или иначе здесь рядом Раньше и мамы работали в других городах Да, вот когда мамы у тебя в Москве, получается И в командировках, да, были И все И ночные смены там Да, помнишь, мне мама рассказывала, что были сады Пятидневки или шестидневки Интернаты такие Интернаты Моя мама в интернате жила Ну, вот в свое детство И я вообще не понимаю, как можно ребенка в понедельник отвезти Там, в субботу забрать Сейчас люди продвинуты Сейчас люди все стараются внутри семьи Как-то работать над собой И развиваться И, мне кажется, за детьми ухаживать Либо я что-то не знаю Да, у кого-то, может быть, так же остаются эти ночные смены И так же они там своих детей дают бабушкам Ну да, тогда у меня следующий посыл Подойдите к ребенку, спросите, как у него дела Может быть, у него не все хорошо в школе Может, не все хорошо с друзьями Ну, как раз в недельку хотя бы Найдите время спросить, как у него дела Мне сейчас все-таки грустно стало за всех детей А дети? Ужасно Вот смотри, сейчас уже мы понимаем, да, что экономическая ситуация там, ну, точно уже изменится у нас, да Не все стрессоустойчивы, мягко говоря, далеко не все И станет больше злобы, да, какой-то агрессии Тебе не страшно за детей своих? Им становится все менее-менее безопасно там на той же улице? Я думаю, да, им не безопасно Но я пока еще вижу в себе силы их оберегать Ну вот хорошо, вот будет ей 13 лет Например, мне, когда было 13 лет, я там уже сама гуляла, подружки, тадым-садым Я думаю, ну, хорошо, у нее будет телефон, там будет программа, я буду видеть, где она Я буду периодически звонить, ну, я вот так вот вижу этот контроль Не знаю, полностью доверить, наверное, чуть попозже, там, лет с 15 Не знаю Есть какая-то желание выйти, скажем так, от тебя, отдалиться? Или они такие больше мамкины? Нет, ну, мелкая мамина, а вот старшая, она бы при первой возможности, наверное, свинтила бы от нас Она бы сама жила, дай ей волю, серьезно тебе говорю 9 лет ребенку, она такая, знаешь, ну, так, знаешь На тебя, короче, да, похожа? С нехождением на нас смотрит Да, на меня пересматривала видео, которое снимали еще, знаешь, на кассетах Да, мне 13 лет, это видео 21 год назад А Лада все не могла понять, что с ней не так, что с ней не так Потому что я такая вся эмоциональная, Марта у меня эмоциональная младшая дочка А Лада такая, знаешь, серьезная, такая, уже там, подросток, там, отвалить от меня со своими кинами Обнимашками, ну, такая, знаешь, колючая И мы включаем видео, где мне 13 лет Стою я в куртке вот такой, в пуховике, руки вот так в боке И мама снимает, такая, Оля, Оля, посмотри И я точно что сделаю, то, что у меня Лада, Лада показывает Мама, так я как ты А она все время говорит, ну, я не как вы, я не такая Я там не могу эмоциональной быть, я не могу там, как вы, танцевать, как дебилы Ты говоришь, как огонь я, у меня огонь я Это любовь или это пароволь я Что ты, кстати, слушала в детстве? Какую музыку любила? О, все связано с басами, с гитарой, с барабанами Ну, альтернативу слушала, как и все И русский рок, но больше заграничный, потому что я такая англоязычная девушка Пинкин парк, Red Hot Chili Peppers, Корн, Металлика, Нирвана И, соответственно, твой образ тоже был такой, да, рок-герл? Нет Нет? Я была всегда секси-герл Платформа, все вот это вот Платформа, да, все было Макияж, мама, кстати, меня запрещала красить Мама меня красила сама Ого, а что нет-то? Ну, не знаю У меня мама молодая была, но ей 30 еще не было, когда мы с ней там, ну, общались по поводу косметики Короче, я не боюсь за них Я попытаюсь держать все под контролем максимально долго Хотя мне, знаешь, там кто-то пишет Я тут выложила как-то историю, что вот, у меня ребенок делал домашку Потом показать мне черновик подошла А я смотрю, там все-таки литературным языком написать, сочинение надо было написать А я говорю, ладно, это же не тебе писала Она говорит, я Я говорю, не ты, покажи телефон Она мне показала телефон, там было ГДЗ На что мне начали писать Зачем вы смотрите в телефон ребенка? В смысле? Ну, ей 10 лет, я считаю, что я имею полное право смотреть в ее телефон По крайней мере, ну, лет до 12, мне кажется, я могу это делать Ну, вот такие дети Дети, они как взрослые, только маленькие и глупые Хотя и взрослых глупых тоже море Ну, зато сколько, как они думают, какие они умные, ты понимаешь? Они же думают, они хитрее Да, кстати, я всегда Ладе говорю Лада, ты серьезно думаешь, что ты можешь меня в мои 34 года обмануть? Меня, которая сама была подростком, ребенком? Я говорю, ты ну серьезно думаешь, что я не понимаю, когда ты врешь? Ну, не надо считать меня за идиотку Понимаешь, она вот спрашивает, видишь, когда она врет, она в глаза куда-то у нее бегает, убегает, убегает Почему я не вру? Я врать не умею, потому что я тоже, если я начинаю врать, все, у меня, значит, приступы, приступы, я не могу врать Я лучше скажу правду Оля, такое классное качество у тебя Я говорю, если ты не умеешь врать, ну не берись, просто говори, ну получишь ты люлей, но в три раза меньше, а может вообще не получишь Ну-то мы все про Ладу, про Ладу, так, давай про Марту Как они вообще ладят, как они находят между собой язык, девочки твои Одна другую любит безумно, другая относится Марта любит, я так понимаю Да, другая относится, знаешь, прям вот, господи, за что ты мне дана? Она меня не любит, я говорю, любит, но видно, что она ее любит, и она прям часть ее, потому что какие-то экстренные ситуации, не знаю, там, знаешь, лифт закрывается, да? А Марта там стоит, не понимает, это ее вытащит, не даст через дорогу пойти, не знает, там машина поедет, она ее тяганет Что-то случится, она быструю помощь оказывает, но она никогда этого не признает Я вот это, ну, короче, она у меня одна дикая, другая тоже дикая, но с другой стороны Нормальные дети, у всех такие Они же растут и по мере взросления проходят через разные этапы Вот одна врать все пытается научиться Слушай, даже если кто-то что-то недосказывает, всегда есть второй ребенок В этом мне в смысле повезло Значит, один что-то там сделал, а второй рассказал Этот сделал, а второй рассказал Я не знаю, конечно, как это влияет на их дружбу, на них не очень хорошо Но я получаю выгоду колоссальную Алло, да, дочь Я еще пока не дома, зайдите, там, купите суп во вкус, Вилл, купите Я позвоню, как освобожусь Я не знаю Если отморозишь жопу, это все на твоей совести Все, давай Я не хочу, что она хочет Не хочу, что она хочет Марти, говорю, слушай, у тебя такой характер, все в нем хорошо Ну, показывай, пожалуйста, своему мужу Сколько лет тебе будет, когда замуж будешь выходить? Не знаю А ты во сколько? Я во сколько? Я не планирую замуж Можно я, как твоя матька, человек тебя родил Вот как-то избежу этой участи Понимаешь, можно я вот это все, вот мы это забудем А вот ему, пожалуйста, трепенирую, кому хочешь Только не мне, пожалуйста У меня вообще, кстати, в одной комнате существует Да, да, пока да Ну, еще, наверное, лет 20, потому что мне не хватает денег теперь на квартиру А ты хотела купить? Да, да, хотела Да, всегда у тебя с заработками меньше стало зарабатывать сейчас Я сейчас вообще ничего не зарабатываю, потому что кондитер сейчас мы не снимаем в данный период времени Торты я не пеку, а монетизацию на ютюбе отключили Поэтому в данный момент пока я живу на сбережения Ну и что, какие мысли, как выходить из ситуации? Я же тебе скажу, я живу одним днем Я все это время сидела, переживала, рвала волосы Паниковала, уходила в панические какие-то атаки Вчера вечером ложусь спать и понимаю, что на меня вот так находит И сейчас я буду интереснее У меня, да У тебя есть техники, как выходить из этого? Ну как дышать? Я так понимаю, многие это сейчас накрывают Дышать и сознание куда-то переводить в другую степь, не знаю, думать там Подумай о ребенке сразу Я имею в виду вообще переводить Так как ребенок это то, с кем ты живешь каждый день На него удобно переводить внимание Ты думаешь, ага, так, а что он сейчас делает? А как он поел? И все, ты сразу отвлекаешься Молодец, потому что многие наоборот срываются сейчас на детей На своих ближних, грубо говоря, сливают негатив Как ты к таким мамам относишься? Если на ребенка кричит мать Скажу ужасные вещи Ну значит ему это для чего-то надо Значит он выбрал себе такую мать Зачем-то Вот у него такая мать У него другой нет Ну а к мать, ну вот она такая Если она захочет над собой поработать Она поработает Если жизнь ее заставит, чтобы она увидела То она увидит А она сильно, как ты поменяешь человека? Никак У человека возможно что-то случится в жизни Когда он поймет и будет работать над собой Все-таки добро, зло Все рядом И бумеранги никто не отменял Это прям четко я знаю Не сим эндэмс Давай красивенько сделаем Как будто мы детки То есть ты сейчас живешь одним днем Вообще не думаешь Да, потому что когда я думаю У меня становится плохо Я выпадаю из жизни абсолютно Я не могу ничего делать Не могу встать с постели Конечно, я склонна к депрессиям Я очень Из-за того, что я эмоциональна Я эмоциональна во все стороны И мне плохо Мне плохо Мне плохо Мне плохо Но потом говорю Да хватит У тебя все нормально Все, все хорошо Вчерашний пост, да, у тебя был Такой жизнью твердающий Да И я читаю комментарии Насколько тебя люди поддерживают Да, они чувствуют Они тоже в таком состоянии Я чувствую, что многие сейчас в таком состоянии Кто-то за три дня собрался Кто-то за неделю Кто-то еще месяцами будет Не сможет собраться И то, что сейчас есть у меня какой-то гнет Но все равно я достаточно положительнее, чем была Несколько дней назад Все будет хорошо Вот Я считаю, что вообще наш сегодняшний разговор Он должен все-таки зарядить позитивом людей Все будет хорошо Все будет вообще супер Жизнь, да, она такая интересная Привыкли все к одному образу жизни А сейчас так Что русскому человеку, ему вообще плевать Он везде выживет Как, кстати, ты вообще к закрытию вот магазина подносишься Да мне плевать Оля обожает Я вчера, конечно, с этим столкнулась Меня позвали на одну съемку И я так поняла, что мне нужно туда что-то найти себе Я ничего не начала В смысле одежды? Да И потом я вот сейчас прям ехала Думаю, блин Так, а где вот они эти швей ткани берут? Может быть, мне шить начать? Одежду на меня? Кстати, ну вот я тоже думаю Руки-ноги есть у нас, да? И можно всегда придумать себе занятие Ты вообще рассматриваешь вариант, что ты могла вернуться к тортам? Нет Только не это, да? Зачем возвращаться? Это как возвращаться к бывшему мужу Ну все, мне было хорошо, мне было классно Спасибо Но мы попрощались У меня вся жизнь уходила на торты Исключалась семья Исключалась личная жизнь Исключалось здоровье И все Я вот так вот этого наелась Шесть утра? Да Шесть утра? Вы шутите? Нет Шесть утра? Ну нанять там этих Кто бы что-то делал руками Ты бы ходил, бы там чисто руководил Подожди Тогда это получается кондитерская Тогда это получается бизнес Я человек, который не готов к бизнесу Если уж мы говорим про бизнес Я истеричка Я человек подверженной депрессии У меня меняется настроение по 10 раз в день И я вот так вот буду орать, визжать Потому что где-то там какой-то торт съехал Или что-то там случилось Я не человек бизнеса Я человек эмоций Оля, кстати, ну да Вот во Франции Например, очень часто любят С детства уже привлекать Детей к труду Ты не думала об этом? Если уж торты То можно было бы и девчонок как-то А зачем мне навязывать свои какие-то рабочие моменты моим детям? Может быть, у меня дети хотят стать кинологом Я не знаю, космонавтом, модель А я тут говорю Так, собрались все, сейчас будем пить торты Нет А твои дети уже знают, кем они хотят стать? Моим детям 8 и 10 И они понятия не имеют, кем хотят стать И я даже не знаю, что будет завтра Как можно говорить о том, кем ты хочешь стать? Сегодня хочется этим заниматься? Занимайся этим, развивайся в этом Можешь заниматься 10 вещами подряд Если ты тянешь по времени Эмоционально и физически Ты поддерживаешь Да, поддерживаешь И вот с таким методом воспитания Мэя Лада занимается 5 лет акробатикой спортивной И второй год брейк-дансом Потому что я ей никогда не говорила Ты должна медали завоеваем Сейчас весь мир, олимпийские игры Мне когда я говорю Хочешь, иди, не хочешь, не иди Я тебя отвезу, я заплачу Нет такого, ты должна Я говорю, хорошо, не хочешь ходить Давай доходим в март, с апреля не хочешь Наступает апрель, и в итоге все по-старому И есть обратная ситуация Где есть марта, которая никогда в жизни Никуда полноценно не ходила Хотя тот же прием используется Хочешь, ходи, не хочешь, не ходи Они просто разные Подход один, а дети разные Кто-то хочет и занимается И ему хорошо, что его гнета нет А кто-то не хочет и не занимается Ему гнет, это тоже не нужно Она вырастет, не знаю Может лет в 15 улетит, не знаю В Японию будет там модели работать Хрен, нахрен ей будет этот, знаешь, там Кружок какой-нибудь, в который она сейчас ходит Вот правильно или неправильно Мне вообще пофигу Я так живу Мне так нравится Им так нравится Им так комфортно У тебя еще хорошо советчиков, наверное, да? Мало кто там Слава богу Кому что не нравится, собирать детей воспитывать Ну, когда папа звонит, что-нибудь говорит, типа Вот, что-то там не так, что-то там Ну, конечно, бывает Я говорю, короче Они живут со мной Я их воспитываю Они 24 часа со мной Я 24 часа Из-за них ответственности И я имею право какие-то решения делать Например, у нас стоит радистический контроль За 7 утра до 9 вечера Лада может пользоваться телефоном Позже нет Это вполне нормальная тема Чтобы она ночью не шерудила там Мне начинают предъявлять Почему я не могу ребенку дозвониться Я говорю, хорошо Звони до 9 часов Вот тебе, пожалуйста Пространство временное Сколько хочешь Обзвонись Ты ограничиваешь меня В общении с детьми Я говорю, короче, вон дети Забирай Да Никому не нужны Вот, хотела сказать Никому не нужны Понимаешь? Ты со своими советами Идите в жопу Нет, мне понадобится совет Я позвоню Я спрошу Помогите Не знаю, почитаю Соцопрос проведу Вот как собаку Да, опять же Заводить собаку или нет Я написала пост Я написала опрос Я же хотела тебе сказать Я кучу всех людей Которых знаешь Что ты в итоге решила Самое интересное В сентябре Вот в сентябре Если вот прям Мы найдем то, что Лада хочет Там черненькую собачку С каким-то там глазками Вот это Все, мы берем Если нет Мы все равно берем Да? Все Потому что ты должна понимать Да Что это будет все-таки Больше Да На тебе Да нет Сказал тебе Я так же сказала Нет Да нет Вот спорим Давай, короче Нет, я не буду спорить Знаю твой характер Ты действительно можешь Но, знаешь, что самое интересное Ты потом любишь эту собаку Да я люблю Поэтому я хочу себе свою А ей ее Марта говорит Мне тоже Я говорю Давайте три собаки заведем У каждого будет по собаке Чтобы не жаловались Вообще, как все началось Лада захотела собаку Я подумала Ага, я буду любить эту собаку Это вдруг собака тоже будет любить меня А тут Лада Она заревнует Думаю Так, нужна мне собака Так, а тут мне собака Еще Марте собака Три женщины, три собаки Думаю Нам нужен дом Я начала смотреть дом Все И вот так я захотела Дом Но не успела Даже в апотеку Взять Кстати, если кто-то дом продает А где ты ищешь Да, давай Подмосковье То есть город тебя не манит Нет, я Мне кажется Я Спорее Меня бесят пробки Люди Люди, да? Всех много Все ходят У машины Не припаркуются никогда Так бы я приезжала Там березка стоит Там птички терекают И я такая О, какой кайф Кстати, да У тебя девчонки вообще Как к труду относятся По дому По хозяйству Ты их приучила? Они отвратительные В этом они отвратительные Мне кажется Наши дети Реально У них слишком Все Все достатки Эти игрушки Ломятся У нас все На балконе Уже некуда складывать Лего За 15 тысяч Там покупаешь Лего Давай Соберем с тобой Мне надоело Вот потому что Весь мир у них Больше в телефоне Все эти игрушки Это изобилие Есть деньги Не достаются Не получается Сколько бы я ни говорила Так же, как и я была маленькая Когда мне мама там говорила Ты не представляешь Как тяжело У меня эти деньги Да, а что У меня шмота куча Вот я про хороший период В своей жизни говорю Шмота куча У меня какие-то там Обуви куча Одежды, сумки Ничего не ценила Мама ушла Ушло все Полностью Я осталась ни с чем В глубокое Не то, что ни с чем Ну, как я ребенок У меня вообще ничего не было Какие-то родственники Там помогали деньгами Еще что Я поняла, что У меня не осталось Ни вещей Ни капельки А былой жизни Ничего не осталось И тогда Когда я уже пошла На какие-то там Работы Когда я уже там Начала денежку зарабатывать Очень тяжело Ну, как тяжело Я стояла там Куколу продавала Но я понимала Что я получила Какие-то с***ные копейки В месяц там 7 тысяч И еще плюс У нас была очень Интересная организация Штрафовали Ты вроде 7 тысяч Должен получить А получаешь 4 Ну, тебе там штрафов Какие-то напихали И ты понимаешь Блин, я столько работала Я столько работала Могу гулять Тусоваться А я работала И ты уже как-то начинаешь Ага А что купить А что купить А что купить Там салатик какой-то Я не знаю Хлебушек с майонезом Либо там банку пива Времена такие А сейчас ты как Расточительность себя считаешь? У меня Деньги не задерживаются Вот они Пришли Ушли Пришли Ушли У меня есть Знаменитая фраза Не моя Последние деньги Трать не бойся Будут еще У меня деньги Последние деньги Трать Это кто поет? Это Смусловая галлюцинация Ой, какая красота Вот это Слушай, они прям треснули Они Да, они трескаются Красивенько Что может быть Проще, да? Проще и вкуснее У меня дети Съедают Это Еще горячим Представляешь, когда Обжигается язык Руки, пальцы И они вот это все едят Они вообще любят у тебя Не магазинное А вот домашнюю выпечку На магазинную выпечку И не берете Где-то они меня застали Врасплох Заставили Купить Маковый рулет Слушай, им так понравилось Говорят, ого, такой вкусный Я говорю, давайте мы Сейчас сами испечем И они вот за милые души Что у нас мультиварка Есть печка Есть миксеры Любые какие хочешь Если ты способен Видеть прекрасное То только потому Что носишь Прекрасное Внутри себя А ты все торты нет Торты нет Ты же должна осознавать разницу Есть торт Когда есть четкое ТЗ Не хочу никого обижать Есть какой-нибудь клиент Который говорит У меня только вот так Вот и никак иначе 2753 грамма То есть только там 15 вишенок И так далее Когда ты постоянно Находишься в нервозе Я не могу Очень тревожить человека И нервоз Это самое ужасное Что у меня может быть Потому что оно губит Мою нервную систему И мое здоровье И ты когда постоянно В нервозе А этот нервоз не заканчивается Потому что за этим клиентом Еще один клиент Еще один клиент Еще один клиент А дома Что дома Дома есть дети Я которым пофигу Как оно выглядит Мы вместе испекли Поели Разошлись Все Нет нервоза Ты получаешь кайф Что хочется делать Получать кайф Когда ты его перестаешь получать Когда ты получаешь нервозы Бессонницу Постоянный стресс Да ты получаешь деньги Но оно не компенсирует все это Я очень сильно Загубила здоровье Может этот подойдет Я сделал его Из своих слез Я же понимаешь Я понимаю Что мне вставать Через 2 часа Или 3 часа Вести тор И я начинаю Я лежу Думаю Так я его повезу Я поставлю его туда Задвину его туда А как мы поедем Ага Вот тут И я вот все это время Лежу и думаю И этот стресс длится От момента закупки До момента того Как они поели И написали тебе отзыв Если они написали отзыв Ты сидишь Так что-то было не так Что-то было не так Они может забыли Может они не знали Думаешь Что же там было не так Вот где корень Скроется того Что Оля не хочет Возвращаться к торту Я думаю Что ты свои ручки бережешь Ночки бережешь Да ты что Последняя мои руки И рабочие руки Дай руку Оказывается Вот видишь У меня какие руки Нервную систему Оля бережет Да я еще хочу На телевидении Все-таки не так Да Тоже стресс Но Я же не веду Утренние программы Вести Когда вставать нужно В 4 утра К 6 ехать И вести каждый день Это тоже наверное Стресс Наверное Люди там с ума сходят Я пул отвела Отдохнула А потом пул отвела Еще раз Пам-пам-пам Прам-пам-пам Прам-пам Не надо Такая, Оля Я не знаю Она мне что-то в глаз попала Прости, пожалуйста С ребятами Когда снимаем кик-у-фейк Мы видимся Один раз в неделю Спасибо большое Что они чаще Потому что дольше Мы друг друга Явно не вытекаем Я что-то думала Вы в поседневке Дружите Посмотри, какие мы разные Яркие Каждый со своим характером Каждый со своей короной И когда мы начинаем Уже как-то дольше находиться У нас начинаются конфликты Проблемы Я привыкла жить одна Мне хватает детей Все Я наконец-то могу сказать Что я эгоистка Я хочу вот Вкусно Ребят, попробуйте А можно я не буду есть ММДМС? Ну я не ем Ты меня уважаешь Оля, какие три самые важные вещи Которыми Ты бы хотела Научить Детей своих О, господи Время на раздумья нет Опрос Окей Слышать Себя Слышать себя Понимать, что ты хочешь Ни мама Ни папа Ни муж Ни сосед Ни тетя Не знаю Там с Калининграда Ты должен Слышать И вот с этого раннего возраста Вот именно А когда не хочет ребенок Ходить в шапке Вот я не хочу ходить в шапке Я зимой ее снимаю Подожди Нет такого Я не хочу ходить в шапке Хорошо Иди без шапки Ну вот я так же делала Я просто Это реальный пример Из моей жизни И когда человек Отмораживает уши И он сам потом Будет эту шапку Три раза одевать Я сейчас говорю Про чему их научить Слышать себя Они же тоже должны Логическую цепь поставить Даже при учете этой шапки Что если хорошо Есть вероятность Что я не отморожу голову Это же тоже слышать себя Они сами с собой разговаривают Есть вероятность Что отморожу Что будет Не знаю Там менингит Я помру Я стану дебилом Или еще что-то Они тоже должны Прикидывать И делать сами Свой выбор Решение Вот Это и все Окей Ты не хочешь заниматься Окей Но я тебе сейчас расскажу Как бы Если ты не хочешь У тебя есть такие-то возможности Если ты хочешь У тебя совершенно другие возможности Возможность там Я могу оплачивать тебе Несколько языков Чтобы ты учила Я говорю Не каждый родитель так может Хочешь пойдем учить Вроде китайский Теперь хочет учить Я говорю Я найду себе Самую хорошую школу Пойдешь Пойду Я говорю Все хорошо Это же Вот и есть слышать Я же у нее спрашиваю Я же не говорю Так Китайский теперь Теперь китайский Мы теперь друзья Я с китайцами Только китайский Нет Хочешь Хочешь Не хочешь Не хочешь Все Второе Беречь себя Ну я про эгоизм Опять буду говорить Беречь себя В смысле Не давать себя обижать В психологическом Во всяком В моральном В физическом Потому что Меня этому с детства Не научили Меня во-первых Не научили Это не претензия Это просто Никто не знал этого Естественно Меня не научили себя Слышать Возможно От этого У меня есть какие-то проблемы С лишним весом И так далее Я не знаю Как распознать Например чувство голода И любую стрессовую ситуацию Воспринимаю Как за чувство голода Да Мне не говорили Что Вот Не показывали Как насилие Есть какое Что Не только тебе Когда по башке Дают сапогом А насилие Еще моральное И я этого не знала И не понимала Что от морального насилия Тоже надо себя защищать А у нас моральное насилие Вообще повсюду Короче Это очень тяжело Все лечится И долго Я все это знаю Третье Не знаю Радоваться жизни Делай то Что в кайф Мы не говорим Кайф наркоманский Мы не говорим Кайф там Алкоголический Еще какой-то Кайф это вот Ты получаешь удовольствие Вот я сейчас Почему не пеку торты Потому что перестала Получать удовольствие Мой осознанный выбор Почему я пришла Коле Потому что я знаю Что я поем сладкого И получу удовольствие Когда со мной знакомятся Молодые люди Говорят Ой А завтра опять Нелюбимую работу Смени ее Я здесь при чем Почему ты мне ноешь Что мне хочешь Да вообще Как ты к нытикам относишься Плохо Я позволяю поныть в себя Какое-то время Не знаю Отведенное Делаю пару предупреждений Потом говорю Что пока нытье не закончится Мы общаться не будем Я могу тоже поныть Хорошо Мы можем обменяться нытьем Иногда Действительно Человеку надо поныть Я себе тоже Выделяю этот период Поныть Потом сама себя беру В руки Ну просто Присаживаться на уши Мне даже как-то стыдно Ну да Присаживаешь Я буду сейчас Слушай Блин Я даже не могу Представить Я тебе только Дом хотела купить Два дня не успела Два дня Представляешь Погорюсь со мной вместе А сейчас он уже На 8 миллионов дороже Этот дом Представляешь Какая печаль у меня Уже с 8 миллионов Так много На треть Ты кстати вообще ждешь Какой-то поддержки Сейчас Я не жду Но мне хотелось бы Чтобы не дали Потому что Помимо меня Еще есть много Других людей Нуждающихся Я думаю Я уверена Что поддержка Будет Потому что В такие трудные времена Наш президент Это именно тот человек Который может Сделать вот эти решения Пандемию Выплачивали По 10 тысяч Слушай Мне пандемию Владимир Владимирович Вернул все мои Налоги Которые я заплатила Пока была самозанята Да ладно Да Поэтому Я знаю Что он все сделает И все сделает Красиво Я прям уверена Вот на этой Оптимистической ноте Мы возьмем По печенюшке Не верьте Я на это не ест Да я не ест Ну это наша Следующая тема Ну что Я желаю Действительно Сохранять спокойствие Настроиться На позитивные Чтобы все будет хорошо Собственно Довериться Потоку Вселенной И в общем Этой жизни Потому что Она вас Не бросит Эта жизнь Пока ты жив Значит У тебя все хорошо Я всегда успокаиваю Это ужасное сравнение У меня есть много подружек И все они Разного Дохода Люди Разного семейного положения Все в разных жизненных ситуациях И когда мне одна Жалуется На что-нибудь подружку Я говорю Ну посмотри Ну вот это Намного хуже Она сразу успокаивается Короче Когда вам плохо Знаете Что кому-то еще хуже Это ужасно Это многих успокаивает Правда Жизни Да Пишите комментарии Ждите следующей встречи С нами Пока 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 Пока